Добрый вечер! Новые цели и задачи. Брестскую область с рабочим визитом посетил глава государства. Обучение и воспитание – главное направление для развития. В Бресте прошло областное совещание педагогов и руководителей учебных заведений региона, воспитание человека-труженика и гражданина – государственный заказ образованию Брещины. 60 лет – как одно мгновение. Брещане Алина Михайловна и Филипп Тимофеевич Ковалевы делятся рецептами своего совместного семейного счастья. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. На текущей неделе президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Брещину с рабочим визитом. Программа поездки включала в себя посещение объектов промышленного и агропромышленного комплекса области, а также встречи с трудовыми коллективами. В первый день глава государства побывал на одном из крупнейших предприятий легкой промышленности не только Брестского региона, но и страны в целом – Барановичском производственном хлопчатобумажном объединении. Подробности в первом материале выпуска. Барановическое производственное хлопчатобумажное объединение – это крупнейшее предприятие легкой промышленности нашей страны, которое специализируется на выпуске пряжи, тканей и швейных изделий. Оно формирует около 4% объема промышленного производства концерна «Белолехпром» и более 6% промышленного производства города Барановичи. Несколько лет назад на предприятии стартовал активный процесс модернизации и технического переоснащения, проконтролировать результаты которых, а также узнать о финансовой ситуации и перспективах на будущее и приехал Александр Лукашенко. По словам президента, ситуация в экономике и на финансовом рынке сейчас непростая не только в Беларуси, но и у ближайших соседей и стратегических партнеров – России и Казахстана. Поэтому очень важно выстоять, не сдать своих позиций. А для этого необходимо, чтобы эффективно работал каждый станок и каждый метр производственных площадей, а также максимально снижалась себестоимость продукции. То, что у вас половину предприятия сегодня пустует, я имею в виду от того, что вам досталось от Советского Союза, нам, это тоже плохо. Мы договорились, что к концу будущего года вы задействуете свободные площади, цеха, создадите там швейное производство, еще что-то, чтобы дорабатывать свои ткани и продавать готовые уже изделия к концу 2016 года. Вам надо набрать определенное количество людей. Сегодня они есть, в том числе и швей. Словом, перспектива у предприятия есть. Но вы должны знать, что вы работаете в мире и таких производств тысячи. Малых, больших тысячи. А это значит, что будет жестокая конкуренция, страшная конкуренция. И в этой конкуренции выживет только тот, кто продает качественный продукт и дешевый продукт. Поэтому работать надо с себестоимостью. Мне тут комитет госконтроля докладывает, что с себестоимостью вы поработали. Но должен вам сказать, что процентов 10, по моим подсчетам, 7-10% себестоимости вы еще должны убрать. Цеха предприятия глава государства изучала около часа, к слову, существенно изменив запланированный заранее маршрут. Александру Лукашенко было подробно доложено о ситуации, в которой сегодня находится акционерное общество. Проводимая работа по усовершенствованию, а за счет кредитных ресурсов было закуплено более 200 единиц оборудования, дает свои результаты. Производительность увеличилась в два раза. Появилась возможность наладить выпуск новых видов тканей, к примеру, с водоотталкивающими свойствами. Все это позволило развитию сохранить тенденцию роста экспорта. Причем существенно увеличены цифры поставок в страны ЕС и на Украину. Однако это еще не предел. Вы должны больше продавать за пределами страны, не упуская свой рынок. Вы, наверное, слышите мои требования к правительству. И, притом, жестокие требования. Жесточайшие. Я не хочу повторяться. Мы не должны покупать по импорту то, что производим сами. Если есть, то это до 10%. Для того, чтобы мы видели импортную ткань и конкуренция какая-то была. Все остальное должно быть наше. И вы мне должны всегда подсказывать, где там у нас торговля, Копсоюз и так далее косячат. Завозят по импорту, вместо того, чтобы покупать свое. Вы мне вовремя подсказывайте. Это мы обеспечим. Одна из проблем, которая сегодня существенно влияет на деятельность предприятия – серьезная кредитная нагрузка. Платить по счетам здесь не отказываются, но просят о продлении сроков выплаты. Президент рассмотрит этот вопрос в ближайшее время. Что касается помощи вам по растяжке времени погашения кредитов, я рассмотрю этот вопрос в ближайшие дни. И вы будете об этом проинформированы. Возможно, мы растянем этот срок выплаты кредитов, чтобы вы могли работать. Но еще раз говорю, ситуация в мире очень тяжелая. Очень тяжелая. Вот эта конкуренция. Все, что мыльные пузыры были надуты в мире, не нами. Вы знаете кем? Они начинают сейчас лопаться. Рушатся фондовые рынки, девальвируются национальные валюты. Ну ладно бы наши. Ладно бы российские. Но сегодня полетели все страны, в том числе Китай. Начали девальвировать. Это финансовая война. Это уже экономическая война. И нам в этой войне надо не победить. Мы никого побеждать не собираемся. Нам надо не отдать свое. Нам надо выстоять. Поэтому напрягайтесь до предела. Руководство страны поставлено под ружье, напряжено больше, чем надо. И вы должны прекрасно понимать, что с руководством уже мы с вами ничего не выжмем. Ничего. Надо в трудовых коллективах, насколько возможно, напрягаться и пережить вот это время, когда будет переделен мир, и мы отстоим свой кусок. О ситуации на предприятии, а также в стране и мире Александр Лукашенко говорил и с трудовым коллективом производственного объединения. Вопросы касались различных сверхжизнедеятельностей. Льготное аккредитование, пенсионный возраст, сроки декретных отпусков, а также ситуация на валютном рынке. Отвечая на вопросы о национальной валюте, глава государства подчеркнул, что принцип плавающего курса сохранится. Никто не будет искусственно усиливать или ослаблять белорусский рубль. В мире идет война. Если я раньше, вот вам искренне говорю, ну просто меня тросло, когда я видел изменения этих курсов валют и прочее, сегодня меня волнует больше другое. Удержаться бы, не дестабилизировать обстановку в стране, в конце концов, не довела бы это состояние до войны, хотя бы она нас не коснулась. Это беда. Поэтому, да, вы видите, наш ближайший партнер, Казахстан, по-моему, третий уже раз за последние два года обвалил. Вот разово девальвировал свою валюту. И это страна, которая сидит на полезных ископаемых. Вы видите, что происходит в России. За последние два года в три раза обвалилась валюта. И, казалось бы, конца края нет, но пошла какая-то там стабилизация, скажем, какая-то пошла. Сегодня уже страны не думают о том, что будет в результате того, что девальвируется валюта. Они уже не думают об этом. Они думают о том, как удержаться в этом бурном потоке, не остановить производство и хоть на минимум пройти этот период. Он преодолим. Так все время не будет. Сколько будет тянуться это? Полгода, год? Это никто не знает. Мы отслеживаем. Разные прогнозы дают. Нам надо пройти этот год нормально. Нормально посмотрим, что будет в конце года. Я уверен, что в следующем году мы начнем выкарабкиваться из этого положения. Хотя мы не обвалились так, как другие. Да, у нас есть проблемы, но нет этого обвала. Вот этого я боюсь больше всего. Анастасия Страпко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Рабочая поездка главы государства продолжилась в Каменецком районе. Александр Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс и мехдвор отделения «Рясна» открытого акционерного общества «Беловежский». Последнее представляет собой крупное интегрированное агропромышленное предприятие с развитой переработкой и торговлей. Его общая земельная площадь составляет 19,5 тысяч гектаров, которые разделены на три отделения по типу производства. В состав акционерного общества входит 16 животноводческих ферм, среди которых 9 молочно-товарных, а также комбикормовый завод, мясокомбинат и сеть фирменных магазинов. В рамках визита президент ознакомился с ходом выполнения его поручений по наведению технологического порядка на молочно-товарных фермах, а также с работой по обеспечению высокой технической готовности и эффективной эксплуатации современного машино-тракторного парка. Наш корреспондент Анастасия Стропко расскажет подробнее. Свой визит на Каменетчину глава государства начал с обсуждения вопросов, которые касаются не только посещаемого хозяйства, но и всей страны в целом. В центре внимания кукуруза, свекла, картофель и рапс. И если последним сегодня активно засевают поля на следующий год, то, к примеру, кукурузу еще только предстоит убрать. Но и то, и другое важно сделать с умом. По кукурузе определить, на какие нужды целесообразнее ее заготовить, исходя из состояния. По рапсу, на каких землях и сколько сеять, чтобы получить урожайность не ниже 30 центнеров с гектара. В связи с такой аномальной погодой надо соответственно действовать. Вот он классику рассказывает, у меня хватает зерна. Да, я могу эту кукурузу убрать на зерно, но я там получу в два с половиной раза меньше зерна. Поэтому я сейчас кладу траншею, измельчаю, все это и зерно, и пожнивные эти остатки, саму массу, и получаю хороший кофе. Поэтому именно так по стране надо поступить. Никого не надо давить, никого. Пусть определяются, но рекомендовать именно такой подход, чтобы мы не потеряли кукурузу вообще. Вторая твоя тема, кроме вот тактики, что убирать и как убирать оставшиеся, там у нас остались пропошли. Главное кукуруза. Ну, картошку-то уже понятно, как свеклу будем убирать, а вот кукурузу. И второе, стратегия возделывания рапса на перспективу. Молочно-товарная ферма «Оберовщина» в числе других объектов сельхозка оператива «Советская Белоруссия» была присоединена к открытому акционерному обществу «Беловежский» в феврале 2011 года. Всего несколько лет назад ее состояние иначе как плачевным назвать было нельзя. Тогда скептики не верили в успешность преобразований. Однако сейчас отделение «Рясна», а именно так в настоящее время называется эта часть «Беловежского» показательная и по результатам, и по условиям труда. За 2011-2014 годы производство молока здесь увеличилось практически в два раза. Улучшилось его качество. Если в 2010 году сортом «Экстра» не было реализовано ни одного килограмма молока, то уже в 2014-м его доля в общем удое составила 99%. Такие цифры – результат труда всего коллектива. Здесь понимают, чтобы хорошо зарабатывать, необходимо хорошо работать. Однако, безусловно, львиная доля забот и проблем, которые неизбежно возникают при управлении такой машиной, как «Беловежский», лежит на плечах ее руководителя. Юрий Мороз строил это предприятие с нуля. Своё дело знает досконально и требует того же от других. А еще, судя по постоянному процессу технического переоснащения, опытный руководитель уверен, без обновления оборудования и соблюдения технологий результатов можно не ждать. С ним согласен и коллектив. Если ты будешь работать за каждым животным, смотреть и где-то контролировать даже ее удой, если, к примеру, корову видишь, ну, пришел, посмотрел, я могу отследить каждую удойку. Мне не надо ходить тут, смотреть за каждой доядкой, обработала она, не обработала. Здесь уже люди научены. Тут даже и в плане лишний труд доядки, что не надо эти аппараты, как в Советском Союзе говорится, на плечах носили. Уже все модернизировано. Будущий год для сельского хозяйства станет годом культуры земледелия. Притом акцент будет сделан на мелиорацию, дисциплину и кадры. О необходимости обучения последних президент говорил отдельно. По его словам, важно растить будущих управленцев в полевых условиях, однако в таких, где им действительно есть чему научиться. К примеру, на базе Беловежского. Без управленческих кадров, крепких, вот как он, другие, ну ладно не он. Таких у нас, они же, знаешь, рождаются, они не создаются. Ну, близко к ним. Если этого не будет, сколько ты денег не давай колхозам, своим совхозам, толку от этого не будет. Поэтому надо корни ломать управление. А управление – это руководитель. Ну, я еще раз говорю, надо при каждом вот таком хозяйстве, тогда у нас было 60 маяков. Для чего я давал деньги туда и поддерживал еще при том же попковид? Для чего? Для того, чтобы мы там создавали школы, чтобы там 10 человек, будущих руководителей, в течение одного года, ну, года надо, чтобы цикл прошел, чтобы он видел и технологию, и дисциплину его, и ушел от него, это мороз 2, мороз 3, мороз 5, мороз 10, и заплатить ему хорошие деньги за воспитание и обучение этих людей. Ни в одной академии, ни в одном вузе мы не научим кадры, неужели это непонятно? Мехдвор отделения Рясна также пережил процесс модернизации. Закуплено современное высокопроизводительное оборудование. В надлежащее состояние приведены площадки для техники, в том числе и списанной. Отремонтированы кровля и ворота в мастерской, гаражах и складах. Построены раздевалки, душевые, умывальники и комната для отдыха и приема пищи. Отапливаются все помещения. Одним словом, здесь созданы условия и для комфортной работы людей, и для функционирования техники. И так можно смело сказать обо всех объектах, присоединенных несколько лет назад к Беловежскому и тогда экстренно нуждавшихся в реконструкции. Была задача восстановить хозяйство, спасти то, что сегодня имеется. И это я тоже ставил задачу, посмотрел, он меня завоз в том хозяйстве Бессоевской Беларуси на машинный двор. Мы подошли к одному зданию, урошу у тебя, вижу здание хорошее, но архитектура стала. Вот это я старая здание приподнялась, сделала его красивым. Я говорю, вот теперь советскую Беларусу возьми, приподними. Используй то, что есть. Приеду через некоторое время, посмотрим. За хорошее наградим, не сделаешь, но знаешь, что будет. Чувствую, что сделаю. Сделаю. В рамках визита глава государства также встретился с трудовым коллективом акционерного общества «Беловежский» и жителями деревни Рясно. Темы во время разговора поднимались различные от продовольственной безопасности в связи с аномальной жарой и засухой, до загруженности детей в школах. Спросили жители Каменечины и о ценообразовании. Вопрос не в цене и даже не в зарплате. Идет экономические войны и пережившие финансы. Что такое? Китай девальвировал свой юань аж примерно на 10%. Кошмар, по всему миру даром. Ближе к нам. Россия вот три раза девальвировала. Обесценила свой рубль. Это по нас ударило. Наши цены в России наполовину уменьшились. На то же мясо, молоко и так далее. Второй раз по 30-40% довольнировал национальную валюту Казахстана. Тоже наш партнер. В Украине идет война, я уже про это не говорю, там вообще не будет. И мы остались на этом пострадке. Что делать? Это наши рынки. Какая цель стоит у руководителя этих государств? Спасти производство. Спасти, чтобы не остановилось. Спасти страну. Нам как в этой ситуации поступать? У нас не такая рыночность, как у них. Мы кое-что можем держать и управлять процессами, в том числе и в ценообразовании. Но не чрезмерно. Если мы жманем вас по ценам, а все вокруг будет расти в ценах, то, что вы потребляете, а мы вас жманем, вы остановитесь. А промышленность прежде всего. Поэтому хочешь не хочешь, вертишься, хочешь, и нам приходится как-то бежать за всеми остальными. Вот в чем вопрос. Я думаю, если мы переживем этот год, то следующий год будет легче. Главное – это ваша жизнь и ваше спокойствие. Мир, покой, безопасность не покупаются и не продаются. Как и здоровье. Вот это нам надо сберечь. Все остальное мы купим. Вы смотрите итоговый выпуск программы «Букинформ». Продолжаем говорить о важном, актуальном и интересном. На этой неделе в Бресте собрались ведущие педагоги и руководители учебных заведений региона. В городе над Бугом прошло совещание. Воспитание человека-труженика и гражданина – государственный заказ образованию Брещены. Более сотни специалистов из разных уголков области приехали, чтобы обменяться опытом и интересными наработками в сфере работы с детьми и молодежью. Какие темы были подняты во время открытой дискуссии, а также об образовательных перспективах на Брещене – подробнее в сюжете Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Площадка перед общественно-культурным центром ровно в 10.00 начала радовать посетителей большой развлекательной программой. Одним из первых ознакомился с перечнем предлагаемых возможностей для молодежи губернатор региона Анатолий Лис. Председатель облсполкома лично оценил уровень и многообразие учебных заведений Брещена и их профили, разноплановость которых не могла не удивлять. Кружки дизайнеров и краеведов, ремесленные мастерские, творческие студии и коллективы. Особое место отведено презентациям вузов и средних специальных учебных заведений, а также объединений, занимающихся народными белорусскими промыслами. У нас есть техника декупаж, мы обклеиваем тоже всякие предметы, есть салфетки с народными элементами. Наш колледж предлагает очень много и различные специальности по различным направлениям, включая как слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщик, водитель автомобиля категории С по различным направлениям, допустим, международные перевозки, просто водитель автомобиля категории С, дальше электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, обойщик мебели и ряд других специальностей, которые востребованы на данный момент в Республике Беларусь и конкретно в Брестской области. Одна из специальностей, которую мы сегодня представляем здесь, наше учебное заведение готовит кузнецов у ручной колки. Тема совещания «Воспитание человека, труженика и гражданина, государственный заказ образованию Брещины» представила довольно широкое поле для открытых дискуссий и выступлений. С одной стороны, учебные заведения являются кузницей кадров, предоставляющим молодым людям широкий перечень возможностей для самореализации не только в юношеские годы, но и во взрослой самостоятельной жизни. С другой, именно в школах, центрах дополнительного образования, лицеях и гимназиях, профильных классах, СУЗах и ВУЗах юноши и девушки развиваются духовно, гармонично совмещая образовательную составляющую с воспитательной и назидательной. Жизнь всех нас заставляет следовать закономерности и главной ценности. Человек воспитывается, вызревает как личность, пока он трудится, задает материальные и духовные блага. Если сыз, мальство, ребенок и подросток, школой и семьей обучен трудиться на пользу себя и общества, он уже тем самым предрасположен к гражданскому становлению. 1 сентября за парты учебных заведений Брещины сядут порядка 160 тысяч учащихся. Из них практически 17,5 тысяч первоклассники. Условия в нашем регионе для их плодотворного обучения уже созданы. Установлено и оборудовано 35 компьютерных классов, 5 программно-аппаратных комплексов. В пределах плановых ассигнований подрядным способом был выполнен ремонт 84 учреждений общего, среднего, 52 дошкольного и 20 профессионального образования, а капитальный ремонт в 20, 13 и 7 соответственно. На эти нужды из областного и районных бюджетов было направлено порядка 65 миллиардов рублей. В целом губернатор региона остался доволен проведенными преобразованиями, хотя над многим еще предстоит поработать. То, что касается материально-технической базы, то она в хорошем состоянии сегодня и у нас не будет таких учреждений, которые бы не могли принять сегодня детей или организовать учебный процесс. Все 100% готовы. Да, кое-где условия лучше, где-то хуже, но в принципе все готовы и обеспечены теми нормами санитарными, пожарными и так далее, для того, чтобы безопасно вести процесс обучения. Поэтому это радует. В повестке совещания были рассмотрены вопросы усовершенствования качества учебного процесса. К сожалению, над результатами по итогам республиканских и международных конкурсов и Олимпиад, над количеством баллов, набранных абитуриентами во время прохождения централизованного тестирования, молодым людям Брещену еще предстоит серьезно поработать. Прежними останутся направления на повышение престижности специальностей и рабочего профиля и улучшение материально-технической базы. В новом учебном году губернатор региона поставил перед специалистами области очередную задачу. Прежде всего, это налаживание хорошего учебного процесса, чтобы наши дети получали достойные знания. Второе – это воспитание. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ». В продолжении темы. До 1 сентября дня знаний остались считанные дни. Школьные принадлежности куплены, портфели собраны и многим ребятам уже не терпится сесть за парты в учреждениях образования. В свою очередь, сегодня подготовка обрезки храмов науки к новому учебному году вышла на финишную прямую. На примере школы и ясли сада Московского района города наша съемочная группа узнала, готовы ли в этих заведениях дать звонок на первой линейке в новом учебном году. Подробности в сюжете Виктории Драгобецкой. Уже совсем скоро за партой в детском саду номер 72 сядет около 300 детей. Глядя на идеальный порядок в кабинетах, свежеокрашенные, начищенные до блеска полы, а также то, с каким удовольствием воспитанники уже ходят на занятия, можно смело сказать, этим учебным заведением руководит мудрый начальник и настоящая хозяйка. Речь идет об Ольге Полховской, педагоге, которая кроме внутреннего вида ясли сада позаботилась и его внешней составляющей. Увлекаясь ландшафтными дизайнами и флористикой, Ольга Николаевна заразила своим примером всех сотрудников. В итоге по периметру сада растут вечно зеленые туи, около крыльца разбиты полисадники с самшитом и цветочной композицией. Это лишь часть того, что было сделано к новому учебному году. Было проведено и благоустройство территории, разбиты новые клумбы. Вдоль изгороди ограждения территории посажены декоративные туи. И сейчас, смотря на наше учреждение, радуется глаз не только краскам, но еще и безопасности. Средняя школа номер 24 заведения рассчитана почти на тысячу учеников. Казалось бы, от такого количества детей страдает качество ремонта. Полы в кабинетах, спортзале, зона общепита и инвентарь в кабинетах. Все это во многих учебных заведениях очень быстро теряет свой первоначальный вид, невзирая на ежегодный косметический ремонт. Однако эта школа исключение из правил. Главное подходить к делу с умом, поддерживать и следить за состоянием учебных классов каждый день, уверен директор заведения Виталий Щерба. Следуя этому принципу, руководство школы позволяет себе делать не только косметический ремонт, но и более глобальную реставрацию. Капитальный ремонт, вы видели, это входная группа, это крыльцо школы, которое было сделано силами наших и педагогов, и нашего техперсонала, которые работают в нашем учреждении. Вы видите, что внутри школы ведется работа по замене противоопасных дверей в коридорах школы на двери ПВХ. Проведен ремонт спортивного зала, обеденного зала школы, и, естественно, ремонты проведены во всех учебных кабинетах. Вы проходили, вы видели, с помощью отдела образования была приобретена интерактивная доска. Кстати, в этом году в 24-й школе появился новый тренажерный зал для старшеклассников, которые уже посещают дети. Идея преобразовать пустующее помещение принадлежит директору школы. Казалось бы, вот это железо, оно на стое денег каких-то определенных. Что-то мы нашли у наших коллег в других школах, что-то мы приобрели сами самостоятельно, это велотренажер, это тренажер лыжи, скамейки для пресса, гантели. По словам заместителя начальника образования Московского района города Светланы Иванюкович, несмотря на некоторые сложности, все школьные учреждения добросовестно отнеслись к подготовке к новому учебному году. С целью определения готовности учреждения образования к новому учебному году распоряжением главы администрации Московского района были созданы две комиссии, в составе которых работали специалисты отдела образования, центры гигиены и эпидемиологии, службы МЧС, комбинаты общественного питания, организации обслуживающей торгово-технологической и холодильной оборудовании, пищевлоков, медицинские работники. Расходы бюджета на эти цели в этом году составили 7 млрд 535 млн. Вместе с тем коллективы учреждения образования привлекли в ней бюджетных ассигнований в размере 4 млрд 619 млн. 1 сентября в Московском районе города западный сядет 34 тысячи учащихся и воспитанников, в том числе 3 тысячи первоклассников. В целом все учреждения образования района максимально эффективно задействовали ресурсы, выделенные на преобразование и реконструкцию своих объектов. Поэтому родители могут быть уверены, все условия для благотворной учебы детей уже созданы. Кто-то верит в судьбу, кто-то скептически относится к ее намекам и предсказаниям. Герои нашего следующего сюжета, впервые встретившись друг с другом, уже знали, судьба связала их навсегда. И не ошиблись. Сыграв свадьбу однажды, молодожены прожили вместе 60 лет и по сей день пребывают в счастливом семейном союзе. Об уникальной истории любви супружеской пары Алины Михайловны и Филиппа Тимофеевича Ковалевых расскажет София Бережная, побывавшая в гостеприимном доме молодоженов в день годовщины их бриллиантовой свадьбы. Теплота, уют и атмосфера счастья ощущаются уже на пороге этого дома и многое говорят о его хозяевах. День бриллиантовой свадьбы, настроение хранителей семейного очага радостное. То и дело всплывает в памяти незабываемые моменты жизни. Знакомство друг с другом, сватовство, свадьба, рождение детей. Рассказывая об удивительных историях, которые даже сложно переложить на современный лад, настолько романтичными и необыкновенными они являются. Алина Михайловна и Филипп Тимофеевич с полными нежности глазами переглядываются, только бы чего не упустить. И действительно, история любви этой семейной пары удивительна, а жизнь полна самых необычайных подарков судьбы. Один из них – встреча будущих супругов. Вдруг в один прекрасный день, в среду, приходят, он работал в экспедиции, вся экспедиция к нам в дом в гости приходит, в Азербожане мы жили в своем домике, приходят в гости, мы к вам в гости придем, но гости всегда рады, все люди, я думаю, гостям. Приходите в гости, вот они пришли всем кагалам, как говорят, всей экспедиции. И в том числе, тут же жених. И оказалось так, когда садились за стол, угостили, раз в гости приходят, значит, надо чем-то угостить, у тебя чаем, там все, тем более в Азербожане живем, без чая не обходится. Сели за стол все, ну и стали говорить, у нас такой хороший жених, у нас такой хороший парень, главный инженер наш, умный, грамотный, все. Ну хорошо, ну мало ли, все грамотные, умные, хорошие, но он хочет жениться на вас. Вы не против? Он говорит, я рад, что я попал в ваш дом, был бы счастлив, если бы я остался здесь. Открывается дверь, там ихняя главная, которая это все вела, вроде как вы сейчас ведете. Все, они согласны, они уже договорились, все, наливайте, выпейте за их счастье. Через несколько дней после такого необычного знакомства молодые люди сыграли свадьбу. Ввиду специфики профессии, экспедитор Филипп Тимофеевич вынужден был много путешествовать, однако и тогда верная спутница сопровождала мужа. Педагог по образованию Алина Михайловна соглашалась на любую работу, лишь бы быть рядом с супругом. Освоила швейное дело и даже руководила продовольственным магазином. Вскоре у молодой пары произошло радостное событие – рождение первой дочери. Он же закончил Лесотехническую академию в Ленинграде. И ему сообщили, что Беловежской пущей требуется работник по его специальности. Он согласился, потому что там он работал не по своей специальности в Менгичауре, а тут уже, значит, его профессия. И он согласился приехать в Беловежскую пущу. Поехали мы, он и маленькая Ляля уже была, приехали в Беловежскую пущу. Поработали в Беловежской пущи три года или сколько. Его избрали в Каменецкий трёх райкома. Уже переезд. Каменцы поработали немножко. Он уехал в высшую партийную школу в Москву. Снова учиться направили. Два года в Москве пожили опять, пока он там учился. Потом с Москвы его снова направили уже в Брест. За 60 лет совместной жизни они прошли немало испытаний, а радости и трудности всегда делили пополам. А потому и союз двух любящих сердец стал с годами только крепче и сильнее. Сегодня 82-летняя Алина Михайловна и 87-летний Филипп Тимофеевич. С высоты прожитых лет дают наставления своим дочерям и внукам. Полезные советы скоро пригодятся и подрастающей правнучке. Семьи оказываются, так сказать, какие-то непонятные. Через год, два, три, четыре расходятся. Вот мы хотим нашей свадьбой, вашей передачей показать людям, что надо жить, уметь понимать друг друга, уступать друг другу, ну и, конечно, любить. Ведь вся жизнь складывается с мелочей, а из мелочей складывается философия жизни. Я так это дело понимаю. Поэтому нужно видеть в этом перспективу своих, так сказать, семейных отношениях. Ровно 60 лет назад Алина Михайловна и Филипп Тимофеевич, взявшись за руки, отправились на встречу совместной семейной жизни. Сегодня в одном из городских ЗАГСов города Бреста состоялась торжественная регистрация их бриллиантовой свадьбы. Люди, которые посвятили друг другу 60 лет своей жизни, достойны особого уважения и внимания. Среди поздравляющих в этот день бриллиантовых юбиляров – родные и близкие, съехавшиеся из разных уголков Беларуси и зарубежья, работники горосполкома, а также Брестского академического театра драмы, в котором много лет трудились супруги Ковалевы. На церемонии бракосочетания, как и чуть более полвека назад, они по-прежнему излучали радость и счастье. Ведь 60 лет – не такая уж и большая дата, уверены супруги. Самое интересное еще впереди. 60 лет вместе – это большой срок, и все это время они несут уважение, любовь, заботу друг о друге. Мы это видим каждый день. Мы это видим и в празднике, как говорят, и в будни. И, наверное, они нам подарили вот это уважение к другим людям, к своим близким, внимание. София Бережная, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Продолжаем выпуск. Копилка спортивных побед Брещины пополнилась новой наградой. Оглушающей победой БГК имени Мешкова завершился Кубок Белгазпромбанка 2015. В серии игр брестским гонбалистам удалось одержать верх над сильными соперниками – спортсменами из Польши и Санкт-Петербурга. За событиями насыщенного турнира следила наша съемочная группа. София Бережная продолжит тему. Долгожданные события в спортивной жизни нашего города. Августовский кубок Белгазпромбанка, как и ожидалось, прошел ярко, громко и оставил приятное победное послевкусие. Внимание ярых болельщиков БГК и просто любителей гонбола. В дни матча приковывала сильная игра. И, конечно, главная турнирная таблица. Смена цифр на заветном табло подогревала интерес публики. Итог чемпионата был непредсказуем. В схватку вступали участники сильнейших гонбольных клубов – призеры международных соревнований. На мой взгляд, в этом году турнир был сильнее, чем в прошлом году. То есть мы постарались пригласить команды, которые сейчас играют в Еврокубках. Все три команды – Нева, Нева играют в кубке Вызова, Азот и Пулавы в кубке ЭГФ, ну и Вислав Лос в лиге чемпионов. Поэтому, мне кажется, тем приятнее победа, что все-таки все три команды были высокого уровня. С первого матча брестские мешковцы своей игрой дали понять – у них амбициозные планы. Курс только на победу. Опередив в счете соперников польского клуба Азот и Пулавы, они продолжили в том же духе во втором поединке с россиянами – командой Университет Нева. Оставалось превзойти висы чемпионов Польши – плоскую вислу. Но и эта задача оказалась по силам брестским гонболистам. Решающий поединок определил триумфаторов международного кубка. Победа была тяжелая. Плюс один негативный момент – это травма Абалатмана. Будем надеяться, что она не очень серьезная. Все-таки турнир товарищеский. Потерять такого важного игрока для нас было бы очень прискорбно. Поэтому где-то переживание по этому поводу. Итогу международной спортивной встречи стало чествование участников. Высоких наград были удостоены лучшие игроки матча всех команд. Главный трофей турнира победителям вручил губернатор региона Анатолий Лис. Мы готовились к этому турниру очень серьезно. Хотели выиграть, знали, что давно БГК не выигрывал. И спасибо всей команде, всем болельщикам. Мы выиграли сегодня вместе. Не только команда, но и болельщики нас очень вели к этой победе. Всем спасибо. Уровень нынешнего чемпионата по всем показателям превосходил предыдущий. И не только по накалу страстей во время поединков. Организаторы в этом году постарались сделать чемпионат еще ярче. И это без всяких сомнений удалось. Современное световое и шумовое оформление матчей. Декорированная главная игровая арена спортивного дворца «Виктория». Креативная танцевальная группа поддержки. И это далеко не все, чем запомнится Кубок 2015 брестским любителям гандбола и гостям областного центра. Хочу поздравить Брестский клуб, в том числе тренера Сергея Бебешко с победой. Всегда важно принимать участие в таких турнирах, которые приближены к официальным. Тем более при таких трибунах организация была на высшем уровне. Брестские гандболисты, визитная карточка города над Бугом, своим трудом и непреодолимой волей к победе заслужили особое уважение. Спустя пять лет Кубок Белгазпромбанков вновь вернулся на Брестскую землю. И это хорошая заявка к новым стартам. София Бережная, Дмитрий Хрущ, Эдуард Букунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу Бук Информ. Это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале Бук ТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу Бук Информ в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы. Просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней. С добрыми новостями. До встречи в эфире. В воскресенье 30 августа погоду на территории Брестской области будет определять антициклон, смещающийся с Западной Европы. Сохранится теплая сухая погода без осадков. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах 12-14 градусов выше нуля. Температурный фон дня плюс 23, плюс 25. В понедельник, 31 августа, погоду на территории Брестской области по-прежнему будет определять антициклон, смещающийся с Западной Европы. Только на севере региона скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с территории Польши. Температура воздуха ночью составит 15-17 градусов выше нуля. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в плюс 32.